Прокуратура Луганской области. 7 июля 2011 года в отношении моей матери, черенковой Тамары Михайловны, которая является частным предпринимателем, было возбуждено уголовное дело. Некая рейдерская группа сначала поставила и на хранение отмеченное молоко, которое было просрочено до момента его поставки, а теперь вынуждает меня выкупить это отмеченное молоко и требует с меня сумму 500 тысяч гривен. После того, как моя мать была задержана у следователя, ко мне подошел сам следователь Артемовского отдела и попросил побеседовать с потерпевшим на улице. Выйдя на улицу, я увидела подлежащий Порш Каен без государственного номера. Оттуда вышли трое мужчин. Один представился Михаилом, двое стояли по обе стороны него, как силохранители. Этот Михаил сказал мне, что это личное указание прокурора Генеральной прокуратуры Пшонки и что ни антикоррупционный комитет, ни Судьба безопасности Украины никто не поможет мне. Мне нужно срочно собрать деньги в сумму 500 тысяч гривен и отдать их за мою мать, точнее за вот это зрученное молоко. На мой отказ выдать ему данный день, и он сказал, что у вас есть время, подумайте до завтра. На следующий день он мне перезвонил и опять начал требовать деньги. Однако никакому заключению мы с ним не пришли. После того, как мою мать задержали второй раз, мне опять позвонил Михаил и уже начал просто требовать, чтобы я отдала ему деньги. Учитывая, что у меня нет такой суммы, он сказал, что можно переписать на него автомобиль, который есть у меня в семье, либо какое-либо другое имущество. Дело в том, что таким образом, своими действиями, они пытаются меня склонить, выкупить товар, который был поставлен только на хранение, и не мне. Данный гражданин, который назывался Михаилом, мне сказал, что если же я не буду собирать деньги, не буду отдавать их за зрученное молоко, то он примет все меры для того, чтобы в ГУБОПе Украины лежал материал относительно меня и членов моих семьи о том, что в регионе действует ОПГ, в которую вхожу я и члены моей семьи. Он сказал, что в принципе для него не составит труда всех нас отправить в места не столь отдаленные. После этого Михаил много раз мне еще звонил, однако я с ним связь не поддерживаю, и на его телефонные звонки не отвечаю. Данный гражданин, он не звонил с телефона потерпевшего, то есть с телефона самого этого Михаила телефон мне не идет. А фамилия у него есть, он представлялся? Нет, он не представлялся. То есть больше ничего не было. Но я обращалась уже в органы службы безопасности Украины, в органы прокуратуры, однако никакого содействия или никакой проверки проведено с той стороны не было. В уборте города Луганск, Луганской области мне ответили, что данное заявление от меня принимать не будут, так как все равно оно будет направлено для приобщения с материалом уголовного дела. Против вашей матери, да? Да, да. То есть рассматривать заявление они не собираются. А вы хотели бы насчет шантажа обратиться, да? Нет, я хотела обратиться насчет вымогательства. Данный гражданин, да, непосредственно, постоянно звонит мне на телефон. Меня зовут Марина Ковешникова, я являюсь прокурором отдела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!